Некоторые могут посчитать это барством, но на самом деле, если уж так разобраться, не так уж и много нормальный человек ест соли и сахара, не так уж и много мы это употребляем. То есть, в принципе, подмена рафинированного сахара и соли на натуральные нерафинированные продукты, она не так уж и дорого обойдется, если посчитать в месяц траты, сколько это вообще выходит, если на день разделить, вообще получается копейки. То есть, заменить обычную соль на морскую, морскую или гималайскую соль, ну, сейчас многие есть разновидности с солью, я салаты солю как раз-таки вот эту полезную соль, да, вот такую рафинированную соль, ну, на самом деле здесь рафинированную найти-то и сложность, но у себя морская соль, здесь как-то это проще, я вот честно скажу, не знаю, как в России дело обстоят, но я не думаю, что в России морская соль будет прям в десятки раз дороже, чем в Таиланде. Вот, добавляют соль там вот, когда вот варишь что-то, еще что-то такое делаешь, да, особенно если сливаешь бульон, если ты его не ешь, а в салаты и прочие такие вещи я вот стараюсь сделать нерафинированную соль. И сахар тоже, я ушла от рафинированного сахара и вот мужу в кофе я добавляю ложечку тростникового сахара. Да, он стоит дороже, но опять-таки же не так уж и много, мы обычно этого сахара едим. Потому что рафинированная, что соль, что сахар, в них практически не остается полезных веществ, и соль, она тоже, она и по почкам бьет, ну, не очень хорошие последствия, а если соль нерафинированная, то в ней содержатся минералы, микроэлементы, и она лучше усваивается и без побочных эффектов на организм. С сахаром тоже самое. Нерафинированный сахар, он более полезный. Вот, поэтому полюбите себя, постарайтесь заменить эти продукты на нерафинированную, на более полезную. Но если вы много едите, подумайте о том, как можно сократить потребление сахара и соли, потому что все хорошо в меру.